На этой неделе отметили 62-ю годовщину возвращения карачаевцев на историческую родину. Торжества, посвященные этой знаменательной дате, прошли не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. О том, как в северной столице нашей страны, отметили карачаевцы важный исторический день. День, восстановивший справедливость. Смотрите в репортаже Аллы Динаевой. В северной столице нашей страны на сегодняшний день проживают около 3000 карачаевцев. Среди них студенты, доктора, художники, бизнесмены, военные и представители других профессий. Для них этот город стал родным, но сколько бы они здесь ни находились, карачаевцы чтут традиции, культуру своего народа. И, конечно, помнят важные страницы истории, день возрождения карачаевского народа. И именно в этот значимый день представители карачаевского народа вместе с друзьями решили собраться вдали от городской суеты. Как говорили выступающие на мероприятии, погода в этот день выдалась такой же, как и те испытания, через которые пришлось пройти карачаевскому народу в годы депортации. Солнце сменялось несколько раз дождем и даже срывался снег. А затем ветер разгонял тучи и снова выглядывало солнце. Традиционно в первые дни майских праздников собрались, чтобы отметить наш один из самых важных праздников. Праздник день возрождения карачаевского народа. И сегодня мы специально для жителей города Санкт-Петербурга, Ленинграда получили приветственный адрес от президента Карачаева Черкесии. С вашего позволения я его зачитаю. Дорогие земляки, жители города Санкт-Петербург, от всей души поздравляю вас с праздником, днем возрождения карачаевского народа. Невозможно говорить о дате 3 мая 1957 года, когда в Карачаево-Черкесию вернулся первый эшелон с репрессированными карачаевцами. На торжестве старейшины рассказали, как много лет назад. В 1958 году они переехали в культурную столицу нашей страны, и тогда их было всего 10-15 человек. А сейчас приятно видеть такое количество молодежи, говорили они. Борис Бегюлов вспоминает все годы, рассказывает, первое, что мы сделали, пошли в этнографический музей Петербурга и попытались найти карачаевский уголок. У нас спросили, а кто вы, мы говорим, карачаевцы, а у нас такой нации нету, и уголка нету. И мы показали свои паспорта, тогда было написано в паспорте национальность. Когда увидел работник этого музея, что действительно в советском паспорте есть такая национальность, они извинились перед нами и сказали, а вы могли бы принести нам ваши культурные какие-либо ценности, что есть из творчества, из искусства. И мы стали собирать, кто ковер, кто чашку, ложку, кто кастрюлю старую, кованую, ручной работы и так далее. И вот с этого, как говорится, мы начали здесь обжать. А сегодня, смотрю я, сколько нас здесь собралось. Еще не все здесь, я думаю, не удалось, может, многим прийти. Он еще подъезжает, и дай бог, еще подъедет. И таким образом мы будем полноправными представителями нашей многонациональной родины, малой и большой. «Слава Всевышнему! Мы здесь собираемся, и с каждым годом нас становится все больше», сказал Рамазан Хаджибарчаев, который в Петербурге проживает с 70-х годов. «Есть среди нас представители нашего народа, достигшие определенных успехов в различных сферах. Генералы, военные, бизнесмены, руководители предприятий, врачи. Пусть и сегодняшние наши студенты в будущем станут достойными людьми, чтобы мы все радовались их успехам и гордились ими. «Пусть ни один человек никогда не испытает то, что пережил мой народ», сказал Рамазан Хаджи, имам Крачева-Балкарской общины Петербурга и Ленинградской области. А затем он совершил обряд дуа по умершим в годы депортации. На мероприятии присутствовал и генерал-майор Канамат Баташев. Родом он из аула Нижняя Циберда. После окончания школы было твердое решение связать жизнь с военной службой, рассказывает он. Он поделился Канаматой и мнением о том, что нужно и важно, чтобы народ и дальше развивался и сохранил свою самобытность и культуру. Самое главное, на мой взгляд, чтобы сохранялись условия, которые позволяют нашему народу проявлять именно те качества, которые позволяли или позволили выжить, развиться и, по крайней мере, в том состоянии, в котором мы находимся в современной России. Расскажите, а Вы давно в Санкт-Петербурге? И вот как часто получается посещать вот такие мероприятия? В этом регионе я с 1998 года, когда проходил службу в военно-воздушных силах Российской Федерации, ну, с перерывами служил в разных регионах. И в последнее время, это с 2012 года, я уже, ну, как бы, постоянное место жительства здесь. Ну, постоянно это относительно. В этот промежуток времени дальше посмотрим. И, как бы, привыкли и я, и дети, и вообще вся семья к этому региону, к этому климату, к этим людям, которые здесь находятся, и к отношениям практически ко всем. Разные были времена. Потому что у нас в школе, я помню, учили, что Ленинград еще тогда. Это самый прекрасный город, где любой человек, если обратиться с любым вопросом, как бы он не торопился, он остановится, расскажет, покажет, даже проводит и по всем интересующим вопросам и местам. Так что отношения к этому городу самые прекрасные. В Петербурге с 1990 года поступил сюда, отучился. Я работаю в том же вузе, в котором я учился. Общаюсь со своими соседями, как бы сказали, со своими друзьями, со своими родными. Очень тесно. Я никогда не делю по национальному признаку. Как только меня позвали на праздник в честь возрождения Каначаевского народа, я решил, даже не задумываясь, несмотря на такую погоду, переехать и увидеться со своими друзьями, со своими близкими и родными. Я их считаю своими близкими и родными. Я дружу с конкретным человеком, с Агитом Беджиевым. Благодаря ему я был несколько раз на Кавказе, я объездил, ну, не побоюсь сказать, наверное, все уголки Карачаева-Черкесии. У меня много друзей и там, и здесь, среди карачаевцев, которые сегодня празднуют праздник. Я должен сказать, что надежнее людей нет. То есть, эта ошибка, которая тогда была совершена, она чудовищная. Карачаевцы, как друзья, как люди, как мужики, это самое надежное, что может быть в жизни. В этом смысле спасибо, конечно, тем, с которыми я дружу, и конкретным персонажам. Очевиден бред этих событий, и очевидна, наверное, радость народа, когда это все вернулось назад, слава Богу. Все православные знают, что мусульманские праздники хороши тем, что, находясь в дружбе с мусульманами и кучкуясь рядом, всегда можно хорошо угоститься. Это большое достоинство карачаевцев. Огромный таз с вареным мясом бывает только у вас. За это вам отдельное спасибо. Праздник ежегодно отмечается и в республике, официальный день выходной, и петербургские карачаевцы ежегодно. Вот сегодня в этом формате приехал, конечно, был очень приятно, удивлен, такое единение среди столько молодежи. Приятно посмотреть, в общем. Для многонационального Петербурга это важно. Много достойных наших ребят, которые объединяют и балкарцев, и карачаевцев. И я молюсь великому Аллаху единому и говорю, алхамдуля, что у нас есть такие ребята. Понимаете, супер. Мастер спорта. Он очень много сделал. Я всегда его вижу в этих праздниках, насколько он старается. С чудесной женой приезжает. Я их давно уже знаю. Ну как давно. Ну так давно, что в сердце кажется, что очень давно. Вот. И все, что я узнаю от Сагид Белялыча про жизнь, про народы, про религию, я много об этом знаю. Я очень рада все время узнавать что-то новое. Мы культурно друг друга обогащаем. Наши традиции, местные. Вергиния, мы ее любим. Она у нас единственная такая. Такие мероприятия благодаря нашим организаторам проводятся часто, дружно, весело. Немножко с погодой не повезло, но слава Аллаху, достаточно хорошо сделали хурмалых, два прочитали. Какие даты самые такие обязательные, которые вас объединяют и вы собираетесь вместе? 3 мая еще в какие дни? 2 ноября. И всегда честование выпускника, честование первокурсника. Каждый год проводится в сентябре честование первокурсника. И когда конец учебного года, честование выпускника, награждаются самые лучшие карачаевцы, карачаевки, специалисты. И кто здесь остается, кто уезжает на родину. Наши праздники немножко еще чуть шире. Как уважаемый Ахмад сказал, датой к ним еще мы добавляем 8 марта. Очень памятный для нас день. Это день переселения, выселения балкарцев с населенных на родных мест. И, соответственно, день возрождения балкарского народа, 28 марта. Вот все эти даты, которые были озвучены, они являются знаковыми. Действительно, они нас объединяют. И самое главное, самое важное, вот в эти дни мы не чувствуем себя оторванными от своей родины. От своей коренной родины, да. Поэтому для того, чтобы у нас здесь все было комфортно всем, мы стараемся здесь создать малую свою родину. Чуть постарше, которые показывают пример, чтобы в дальнейшем, да, вы... Да, это на самом деле отличный пример. Всегда для молодежи это ценно. Видеть, как это должно быть, как старшие нас поддерживают. На самом деле это регулярно. И с каждым годом, мне кажется, все масштабнее становится в нашем мероприятии. Спасибо старшим. Всегда берем с них пример. Это для нас, я считаю, очень важный день. Очень такой день дорогой, как сказал бы, наверное. А расскажите, как живется вдали от родины? Ну, вдали от родины живется, в общем, скучно. Нам всегда, всем ребятам, всем карачаевцам и другим, думаю, национальностям, всем хочется всегда домой. Все... Есть ностальгия по родине. Мы всегда думаем. У нас, мы же, родина, это же не только место, которое, где родился, а там родители, там братья, сестры, родители. И это очень дорого. Мы постоянно разговариваем по телефону, раз в год пытаемся, стараемся быть на родине. Поэтому, конечно же, мы постоянно держим связь с родиной. И переживаем, радуемся за те успехи, которые есть у нас на родине в Карачао-Черкесии. И огорчаемся, если что-то не так. Живя в современной России, нужно хорошо помнить и свои корни. Как разделывали мясо наши деды и прадеды, спрашивали и показывали молодежи, люди постарше. Организаторы подготовили различные национальные культурные дискуссии, но погода помешала, и все запланированное провести не удалось. Однако праздник все равно получился интересным и веселым. Национальные танцы, настоящий айран, хычины. В большом казане для собравшихся приготовили ароматный и вкусный плов. И какой же праздник без курмаллыка, и поэтому сварили целого быка. День возрождения карачаевского народа выпал на пятницу, и поэтому в обед собравшиеся совершили коллективный пятничный джума-намаз. Белую бурку и папаху подарили бывшему командиру атомной подводной лодки Мурату Алботову, проживающему в Санкт-Петербурге. Мурат Шамилович, это ваш друг Азрет Акбаев. Лично просил вам передать, и низкий поклонок всего. Так что вас не только здесь мы любим, и все равно наша малая родина любит, помнит, поздравляет. А также ему и его супруге Люазе вручили медаль в честь 62-летия возвращения карачаевцев на историческую родину и благодарственное письмо главы республики и книгу Азрета Акбаева, первого депутата Государственной думы от Карачаева-Черкесии. Я выражаю искренне благодарность руководителю нашей деятельности, который доставляет меня без внимания, постоянно на связи. Спасибо, Азрета. Благодаря тебе мы все здесь. Мы все смотрим друг в глаза. Спасибо. За активную гражданскую позицию, за успехи в научной и профессиональной деятельности эти ряд людей наградили медалями в честь 62-й годовщины возвращения карачаевцев на историческую родину благодарственными письмами главы Карачаева-Черкесии и Эльбруссоида на Неве. Вот такая замечательная благодарность за ваш профессионализм, благотворное сотрудничество. Благодарим вас от лица всего коллектива Эльбруссоида-Неве и всего общества. Рождаем балкарской дружбе. В этот день можно было и прокатиться верхом на лошади карачаевской породы. А любители стрелкового спорта участвовали в соревнованиях по астендовой стрельбе. Кубки, медали и грамоты победителям вручил мастер спорта России по астендовой стрельбе председатель правления национально-культурной автономии Эльбруссоид на Неве Сагит Бюджиев. Аладинаева Алиба Станов. Специальный репортаж из Санкт-Петербурга.